Что такое асаны? Асаны в йоге это упражнения, которые позволяют человеку очищать свое тонкое тело, во-первых, посредством чего? Посредством аскезы, так ведь? Асаны, вообще, если рассматривать именно саму цель, к которой должны привести вас асаны, это стабильное положение с прямой спиной, со скрещенными ногами. Понимаете, о чем я говорю? То есть это медитативные асаны. Какие есть медитативные асаны? Я сейчас сижу, например, в классической ситхасане, когда левая нога у меня внизу, правая сверху. Это мужской вариант исполнения ситхасаны. Есть женский вариант исполнения ситхасаны, он называется ситхайони асана. Когда у нас правая нога внизу, левая сверху. Такое положение тела. Есть артха-падмасана. Левая нога внизу, правая сверху. Такое положение тела. Когда уже правая стопа уходит дальше. Есть падмасана, поза лотоса. Такое положение тела. Какие еще есть? Ваджрасана еще есть, да, медитативная поза. Такое положение тела для тех, кто не знает. Такое положение. То есть, по сути, хатха-йога в том понимании, которое сейчас дается, что сейчас называют йогой вообще? Это какие-то упражнения. То есть, в фитнесе это йога для здоровья. И только вот эти упражнения. А по сути, упражнения, они нужны А, для того, чтобы достигнуть устойчивого положения со скрещенными ногами с прямой спиной. Б, для того, чтобы посредством аскез очищать свое тонкое тело. Почему это важно? Потому что в социуме сейчас, вы сами знаете, какие преобладают энергии, да, и именно поэтому и нужно заниматься асанами регулярно. Самое главное правило асан, знаете, какое? Самое главное. Регулярность. Все верно. То есть, самое главное правило хатха-йоги – это регулярность. То есть, вы можете терпеть хоть какие аскезы, рвать себе жилы и так далее. Но если вы асанами занимаете раз в месяц или раз в полгода, то, ну… Раз в неделю. Раз в неделю – это, ну, действительно, раз в неделю – это мало. Рекомендую заниматься хатха-йогой на начальном этапе минимум три раза, три раза. То есть, три раза – это минимум, который должен быть, да? А тут имеется в виду именно комплекс или какая-то практика со скрещенными ногами? Нет, я имею в виду телом заниматься. Именно телом. То есть, нужно постоянно заниматься асанами. Почему? Потому что я говорю, то есть, для того, чтобы менять ток энергии у себя в теле, менять энергию свою за счет аскез. Именно комплексом асан. Да. То есть, нахождение медитативной асаны, там, выполнение практики, там, пранаяма или мантраяна, то есть, это, ну, не считается уже. Как занятия с телом. Если вы не будете регулярно тело поддерживать, как вы будете сидеть? Да. То есть, нужно заниматься не только практикой, например, пранаямы или не только практикой концентрации, но и регулярно поддерживать свое физическое тело. То есть, только практикой пранаямы и только практикой концентрации, медитации сложно вам будет на пути. В соответствии с определенными эпохами даются определенные практики. И вот в древности, когда вот была, например, сати-юга, тогда какая рекомендуемая практика? Там медитация, самадха, самадхи и так далее, раджа-йога. Да. То есть, высшая йога. А в наше время, естественно, нужно заниматься именно асанами.